Сейчас мы делаем прическу ретро, которая у нас будет в виде огромного бантика. Для этого мы хвост поднимаем прямо на теме. Очень жестко фиксируем, чтобы никуда он не сместился у нас в сторону. И делим этот хвостик на три части. Одна часть у нас будет небольшая, она будет изображать узел бантиком. Мы ее пока отодвинем и аккуратненько заколем. Вот эти оставшиеся локоны делим пополам на две равные части. Делаем легкий начес на каждой пряди. И чтобы легче было сделать эту прическу, мы эту прядь одеваем в сеточку. сеточка на волосах практически не видна. Вот здесь вот закалываем ее шпилькой. как раз в том месте, где будет узел. Со второй частью хвостика поступаем таким же образом и посмотрим к изготовлению бантика. Бантик должен стоять вот так вот вертикально. Он будет виден и спереди и сзади. Вот так вот. Вот так вот. Теперь вторую часть тоже укладываем в виде бантика. Бантик стоит вертикально. Бантик стоит вертикально. Сейчас петельки бантика были одинаковые. Сзади тоже. Теперь делаем узелок бантика. Отчесываем и закалываем шпильками. С одной стороны и со второй стороны. Вот так вот. Кончик заворачиваем, чтобы не торчали волосы. Прижимаем потуже. Заливаем сверху лаком. Наша прическа готова. Вот так она выглядит довольно скромно. Если это праздник, то мы ее украшаем. Можно прицепить две шпинки. Вот такой вот вариант. Продолжение следует. Продолжение следует.